Всем здравствуйте! В эфире первые городские новости. Расскажем о том, что произошло сегодня в Кирове. Посмотрим, какие темы были самыми обсуждаемыми в социальных сетях. Мы не упускаем ни одной важной новости для вас. Коротко о том, что будет в выпуске. Устроили праздник для всех. Студенческий проезд официально открыт. Не попасть домой без травмы. Жильцы дома на Некрасово ломают ноги у подъездов. Ротонды будут ремонтировать зимой. Подрядчик снова не успевает. И победитель шоу «Голос» поможет собрать деньги на Кировский храм. Ну и начнем с главной новости дня. Студенческий проезд официально открыт. Сегодня кировчане уже смогли проехать по новой четырехполосной дороге. Капитальное строительство улицы велось в течение двух лет. Кроме проезжей части, здесь появились тротуары, новоосвещение и светофоры для пешеходов. На строительство улицы было потрачено более 150 миллионов рублей. В первой колонной по студенческому проезду едет дорожная техника подрядчика компании «Вят Автодор». Все машины принимали участие в строительстве новой улицы. Сотрудники организации, жильцы домов сегодня первыми принимают поздравления. Будем по ней ездить и радоваться, да, то есть и желающую больше городу Кирову, если есть какие-то такие же моменты, реализации данных проектов и открывать почаще раз в месяц по такой прекрасной дороге. Капитальный ремонт студенческого проезда проводился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За два года здесь, по сути, построили новую улицу. Прежняя дорога была сильно разбита, и водители ее старались объезжать. В течение двух лет удалось реализовать такой знаковый объект. Сегодня, я думаю, что многие автовладельцы уже почувствуют те комфортные и безопасные условия для передвижения по этому объекту. Дипломами наградили специалистов, которые строили дорогу. Отдельную благодарность рабочие получили от жителей района. Они следили за всем процессом с первого дня стройки. Говорят, что до ремонта весной и осенью улица была похожа на море. Сейчас здесь новая ливневая система. Плавать уже ничего не будет. Для удобства пешеходный переход у технологического колледжа будет демонтирован. После открытия движения по проезду будут мониторить. Если нужно, усилят безопасность дорожного движения. Еще в микрорайоне Урванцево продолжается строительство трех улиц. Подрядчик уже обустроил ливневку, основание для асфальта и велодорожку на улице Капитана Плетнева. Сейчас рабочие занимаются тротуарами. На улице Капитана Плетнева производим комплекс работ по устройству тротуаров. В него входит устройство песчаного слоя основания, чебеночного слоя основания, укладка геотекстиля, устройство цементно-песчаной смеси и после этого укладка тротуарной плитки. Потом бригада будет обустраивать съезды и укладывать верхний слой асфальта. На улице Капитана Плетнева установят освещение. На улице Дмитрия Козылева и энтузиастов будет организована разворотная площадка для общественного транспорта. По контракту работы должны закончить до 30 ноября. А вот с ремонтом двора на улице Некрасова что-то пошло не так. Он начал разрушаться раньше времени. Придомовую территорию дома 40 дробь 1 ремонтировали в 2021 году. Подрядчик сделал тротуар и уложил асфальт. На работы потребовалось больше 2 миллионов рублей. Но спустя год брусчатка рассыпалась, а в асфальте появились огромные трещины. Здесь уже асфальт провалился. Вот дыра. Покрытие тротуара подрядчик исправил, а вот провода от водных желоб забыл. Решетка не закреплена, она вся погнулась. Местами там торчит арматура. В ловушку уже попался грузовой автомобиль. Колесом он провалился в ливневку. Дыру в асфальте тоже не отремонтировали. Активисты Народного фронта обратились в администрацию. Может там подрядчика попросят нормально доделать свою работу. Вторичное жилье в Кирове стало дороже на 17,5%. Рост с начала этого года заметили специалисты портала Мир Квартир. Из-за этого, кстати, мы попали в пятерку городов с самым большим ростом цен на этом рынке. Сейчас средняя цена квартиры на вторичке стоит почти 5 миллионов рублей. Копить на квартиры, чтобы избежать ипотеки, становится, если честно, все сложнее. Практикующие юристы банкротного экспертного агентства «Инновация» помогут вам с решением долговых обязательств. После обращения к специалистам у вас будут решения, как уменьшить платежи по кредитам и способы, при которых возможно полное списание долгов из-за потери работы, болезни или большой кредитной нагрузки. А также юристы будут отстаивать ваши права при работе с банками или службой судебных приставов. В агентстве «Инновация» составят план действий, по которому будет возможно полностью решить вашу проблему. В среду 4 октября по всей стране завоют сирены. Об этом сообщили в МЧС России. В Кирове тоже должны заработать все громкоговорители. Объявления появятся в телеэфире и на радио. Так МЧС проверяют систему оповещения. Спасатели хотят убедиться, что в случае ЧС система будет исправна, дежурна и оперативно сработает. Кировчан просят сохранять спокойствие и не пугаться сигнала тревоги. Оценку работе системы дадут уже после учений. Ремонт ротонды в Александровском саду снова приостановили. В этот раз подрядчик разбирал крышу и нашел там скрытые дефекты. Их не учли при создании проекта. Теперь план восстановления придется менять. Ротонды – это объект культурного наследия, поэтому правки нужно согласовывать с технадзором и авторским надзором. Завтра в город приедут специалисты, они и будут решать, как дальше проводить работы. В мэрии снова перенесли срок сдачи ротонды. Ремонт обещают закончить до 1 декабря. Напомним, ранее сроки уже переносили несколько раз. Причины тоже были скрытые дефекты. Кировская область теперь будет сотрудничать с Российским обществом знания. Сегодня соглашение об этом подписал губернатор. Общество знаний занимается продвижением науки во всех сферах. Теперь кировчане любого возраста и пола смогут выбрать направление по душе и прослушать курс лекций или стать участниками научных семинаров. Общество знаний создано для того, чтобы рассказывать людям о научных продвижениях. Это не только лекции от профессионалов и мастер-классы, но и возможность кировчан, например, снять свой документальный фильм, написать сценарий спектакля или просто поучаствовать в викторине. Мы готовы отвечать на любой вызов и удовлетворять любой интерес. Главное, чтобы это было с пользой, с пользой, делая и улучшением навыков и знания. Отделение знания создано по указу президента и сейчас работает в 89 регионах страны. Общество знания аккумулирует все знания, накопленные во всех регионах Российской Федерации и имеет мощный канал для их трансляции. Поэтому мы фактически подключаемся к этой большой нейросети. По соглашению, на протяжении пяти лет Кировская область и общество знания совместными усилиями будут повышать образовательный и культурный уровень населения страны. Часовню Михаила Архангела будут восстанавливать. Историческое здание находится на улице Казанской, рядом с Александровским садом. Сегодня в часовне начались работы. Также сейчас разрабатывают проект Феодоровской церкви. Напомним, зимой в храме Набережной Грина случился пожар. Собрать средства на строительство поможет иеромонах Фоти, победитель четвертого сезона «Шоу Голос». Он проведет в Кирове благотворительный концерт. Часть средств с выступления направят на восстановление храма. Строительство Феодоровской церкви планируют начать в следующем году. Ну и на этом у меня все. В студии для вас работала Ксения Зиновьева. Как обычно, увидимся с вами в городе. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!